Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западная Армения. Пашинян Лемонде. Армянский народ не доверяет этому парламенту. Вооруженные силы Азербайджана 15 сентября с Нахачеванского направления открыли огонь по селу Араним, но пули не долетели. Артур Нованисян. Сирия. Боевики доставили в Иглиб емкости с хлором для провокации схеморужия. Турецкая армия отправит дополнительное вооружение на сирийскую границу. При раскопках Иванской крепости археологи обнаружили могилы женщин. Научная конференция. Акоп Абеджан родился в 1954 году в городе Алеппо. Работал до 2013 года. Владел собственной мастерской. После переехал во Францию и решил стать гражданином Республики Западной Армении. Всегда стремился добиться воссоединения армянских земель. Матвеос Мазычан родился в 1971 году в городе Тигранакер. Вырос в Западной Армении. Имеет честь принимать участие в этих выборах. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западная Армения началось этого года 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западная Армения. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому авторитетному изданию Le Monde заявил, что армянский народ не доверяет нынешнему парламенту Армении. На вопрос о том, что изменил Пашинян в первые месяцы своего премьерства, он ответил, что пресса в Армении на данный момент более независима, чем когда-либо. А также ведется беспрецедентная борьба с коррупцией и теневой экономикой. Впервые в истории Третьей Республики Армения больше нет привилегированных, нет больше экономических монополий. В Ереване 23 сентября состоятся выборы мэра столицы, которые станут самыми свободными в нашей истории, заявил Пашинян, добавив, что в отличие от других революций, за бархатной революцией в Армении не последовал экономический спад. На наблюдение, что в парламенте Республики Армения большинство продолжает составлять силы, возглавляемые бывшим президентом Сержем Саркисяном, Пашинян отметил, что бывший режим вынужден уступить. Армянский народ не доверяет этому национальному собранию, и они действительно являются темной стороной нашей политической реальности, сказал премьер-министр Армении. Никол Пашинян 13 сентября отправился во Францию по приглашению президента этой страны Эммануэля Макрона. 15 сентября вечером азербайджанские вооруженные силы с Нахачеванского направления открыли огонь по деревне Арени. Огневые точки противника были подавлены ответными действиями. Об этом в беседе с ТЭРТ-ЭМ заявил пресс-секретарь Министерства обороны Республики Армения Артрун Ованисян. Стреляли из стрелкового оружия. Ситуация была схожа с той, что была в Тавуши. Но в отличие от того же Тавуши, пули там до самого села не долетели, сказал Артрун Ованисян. Напомним, что за последние пять дней азербайджанская сторона вела активный обстрел в направлении с села Тавуш-Баганис-Коты. Ранее пресс-секретарь Министерства обороны сообщил, что вооруженные силы Азербайджанов в ночь на 16 сентября открыли огонь в направлении 3-го армейского корпуса Министерства обороны Армении, а не по селу Коты, Тавушская область. Стрельба в основном велась из огнестрельного оружия с калибром до 12,7 мм. Благодаря грамотным и слаженным действиям армянской стороне удалось подавить огонь противника. Незаконные вооруженные формирования доставили в поселение Басан-Кюль, провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики, емкости с хлором для организации провокаций с химическим оружием. Такое заявление сделал глава Российского центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко. Он отметил, что в ЦПВС поступила информация о готовящихся боевиками провокациях в Идлибе. В поселение Басан-Кюль боевики доставили емкости с хлором, которые предполагается использовать для осуществления провокаций. В населенный пункт Басан-Кюль провинции Идлиб боевиками группировки Хаят, Тахрир, Аш-Шам, Джебхат, Ан-Нусра-1, запрещенная в России террористическая организация, доставлены несколько емкостей с хлором, сказал глава ЦПВС. Савченко призвал лидеров боевиков отказаться от подобных действий, чтобы не срывать мирное урегулирование в Сирии. Турецкая армия направила вспомогательные силы для укрепления своих сил на сирийской границе. Транспортные средства, перевозящие новое оружие и оборудование, отправленные в воскресенье 16 сентября, прибыли на границу штата Килис на границе Сирии. Военные силы включают в себя бронемашины, артиллерийские пушки и военные корабли. Новый отряд будет отправлен на сирийскую границу, так как сирийская армия готовится к крупному наступлению на последний крупный Акрополь в Сирии. Следует отметить, что российские и сирийские боевые самолеты уже начали свои атаки на террористические позиции на границе с Турцией. На военной базе правительство Анкары направило на сирийскую границу большое количество солдат и военной техники. По данным турецкой прессы, турецкая армия обучит около 20 бойцов свободной сирийской армии. Некоторые источники говорят о возможности столкновения между группами поддержки Анкары и сирийской армии. По мнению аналитиков, турецкие военные сдвиги на сирийской границе будут даже поощрять террористическую группу Идлиба в Северной Сирии. Во время раскопок, проведенных в крепости Ван, были найдены последние могилы Урартум, сообщает karar.com. Источник отмечает, что в женских могилах было найдено несколько подарков. Во время раскопок, проведенных в Ване, было найдено 7 могил около 3000-летней давности. В результате антропологических исследований стало ясно, что в могиле похоронены 3 женщины. Один из членов исследовательской группы, Эркан Канар, отмечает, что она впервые встретилась в этом районе. В женских могилах были найдены ювелирные изделия, посуда, керамика, а в мужских могилах не было найдено ничего. Все это доказывает, что погребение женщин отличается от мужского. 27 сентября в 19 часов состоится научная конференция. Западная Армения сегодня. Диктор Мэтр Гаспар Тартерян. Адрес улица Агатангелоса, 2, 4 этаж, город Ереван. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню Тотик в исполнении Гатабенд и Андроника Манукяна. Диктор Мэтр Гаспар Тартерян. Диктор Мэтр Гаспар Тартерян. Оставайтесь с миром.